МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Услуги эвакуаторов в Тольятти. Круглосуточная эвакуация грузовых и легковых автомобилей. Телефон 740-911. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эти выходные сотрудники МЧС тушили пожар в квартире на Цветном бульваре в доме номер 21. Для тушения возгорания привлекалось 35 человек и 10 единиц техники. Спустя два часа пламя потушили. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Из пожара огнеборцы спасли двух человек. Пятерых эвакуировали. В ЧП никто не пострадал. В настоящее время сотрудники отдела дознания устанавливают точную причину, в результате которой произошел пожар. На посту рубеж сотрудники полиции задержали водителя с поддельным удостоверением. Для проверки документов сотрудники госавтоинспекции остановили автомобиль. В ходе административной процедуры водитель 97-го года рождения предъявил полицейским водительское удостоверение другой страны. У сотрудников полиции возникло подозрение в его подлинности. В ходе разбирательств и экспертиз выяснилось, что удостоверение имеет признаки подделки. В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение он приобрел через интернет, после того, как потерял настоящее. В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье 327 «Подделка изготовления или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печати и бланков». Погоня в автозаводском районе закончилась задержанием сотрудниками полиции молодого человека без водительского удостоверения. Во время погони к экипажу ДПС, который пытался остановить водителя для проверки документов, присоединились еще пять патрульных автомобилей ГИБДД. На Московском проспекте возле дома номер 45 водитель был задержан. Им оказался молодой человек 2005 года рождения, не имеющий права управления транспортными средствами, который был за рулем незарегистрированного в установленном порядке автомобиля. На предложение инспекторов пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения на месте водитель ответил отказом. Это протокол об отстранении от управления транспортными средствами, что пока вы отстранены от управления, пока проходит вся процедура и не можете ее направлять. Будете проходить от состояния алкогольного опьянения на месте? Нет, не буду. Отказываетесь? Отказываю. Сотрудники госавтоинспекции задержали злостную нарушительницу правил дорожного движения. В начале апреля при несении службы инспекторы ДПС, находясь на маршруте патрулирования на улице Свердлова, для проверки документов остановили автомобиль «Лада Калина» под управлением жительницы Ставропольского района. Поведение гражданки показалось полицейским странным. Ну да, говорю, я думала, а в эту полосу можно было входить без того поворота? И все, растерялась. Думаю, как я должна была проехать тут правильно. Официально работаете? Нет. Управлял АТС по адресу город Алят, улица Свердлова, 62. Отстранено от управления транспортными средствами при наличии основания. Наличие достаточного основания полагать, что лицо, которое при данном средстве, находится в состоянии опьянения. Предлагаю вам пройти освидетельствование на состоянии алкогольного опьянения по прибору, который имеется у нас в патронном автомобиле. Согласны пройти освидетельствование на состоянии алкогольного опьянения по данному прибору? Давайте. На медицинское освидетельствование на месте женщина согласилась. Наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе не подтвердилось. Полицейские предположили наличие у водителя наркотического опьянения и предложили задержанной проехать в наркологический диспансер, на что жительница села Подстепки ответила категорическим отказом Для дальнейшего разбирательства ранее несудимую женщину доставили в отдел полиции, а ее автомобиль поместили на специализированную стоянку. После ДТП на улице Фрунзе за помощью к врачам обратился один из водителей. Авария произошла в среду. Столкнулись «Лада Приора» и «Мазда». Стало известно, что мужчина на «Ладе» двигался со стороны Степана Разина в направлении «Юбилейный», владелец иномарки во встречном направлении. Предварительно мужчина на своем авто пошел на разворот, при этом он не убедился в безопасности своего маневра. В итоге и спровоцировал столкновение. Удар пришелся в заднюю часть кузова «Мазды». За помощью к врачам обратился водитель иномарки. После осмотра медиками ему было назначено амбулаторное лечение. Оформлением аварии занимались сотрудники ГИБДД. В Тольятти прошел конкурс среди юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2024». Организованный Центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и отделом Тольяттинской госавтоинспекции. Маленьким велосипедистам было необходимо показать теоретические знания по ПДД, оказанию первой медицинской помощи, умению водить велосипед. Все это и было продемонстрировано в автогородке. Все ребята были хорошо подготовлены. По итогам конкурса первое место в городском этапе завоевала команда из МБУ дополнительного образования «Планета». Второе место заняли ребята из гимназии номер 39. Третьими стали учащиеся 75-й школы. Впереди у ребят областные соревнования. Полицейский устанавливает личность и местонахождение мужчины, который под честное слово взял у жительницы Тольятти миллион рублей и скрылся в неизвестном направлении. Женщина обратилась в отдел полиции и сообщила, что знакомый ей мужчина взял у нее в долг свыше одного миллиона рублей и пропал. Отделом по расследованию преступлений возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество. Приметы разыскиваемого мужчины. 40-45 лет. Рост 175-180 сантиметров плотного телосложения». Сотрудники полиции обращаются к свидетелям произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого с просьбой сообщить информацию по единому номеру 102. Преступники пробуют новую схему мошенничества. На этот раз злоумышленники пытаются обманывать людей с помощью полиса ОМС. Схема такова. Мошенник звонит под видом страховщика и уговаривает жертву произвести замену полиса. Для этого человеку всего лишь потребуется скачать приложение Минздрава, которое на самом деле является фишинговой программой. После этого мошенники получают удаленный доступ к устройству и похищают деньги жертвы. Специалисты отмечают, что на эту уловку уже попались многие россияне. 26 апреля ранним утром в 9 квартале произошел пожар в трехкомнатной квартире. Вызов в службу 101 от обеспокоенных соседей поступил около 4 часов утра. Когда огнеборцы прибыли к месту и проникли в квартиру, то сразу же обнаружили очаг возгорания и оперативно приступили к тушению. Хозяину квартиры, мужчине 38 года рождения, потребовалась экстренная госпитализация. В результате пожара он отравился продуктами горения. Огонь в итоге был потушен. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. На днях сотрудники МЧС пришли на помощь животному, которое несколько дней присидело на дереве. От жительницы 9 квартала поступил звонок с просьбой о помощи. Женщина рассказала, что напротив ее дома на бульваре Туполева уже три дня довольно высоко на дереве сидит кот. Бедному животному зажало лапу и самостоятельно спуститься он не мог. Прибывшие сотрудники МЧС, используя автолестницу, поднялись к животному, аккуратно освободили его и опустили испуганного кота на землю. В Тольятти следователи ищут очевидцев угроз мужчины подросткам и взрослым. В конце апреля 2024 года на набережной автозаводского района произошел конфликт между взрослым мужчиной и подростками. Как стало известно, мужчина неславянской внешности, припарковавшись на тротуаре у новой набережной, возмутился тем, что дети в очереди смеялись вместе с его ребенком, который был в авто. Далее в ход пошел мат и угрозы в отношении подростков. По данному факту в Следственном управлении и Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области организована проверка. Следственное управление просит всех граждан, которые могли стать очевидцами данного происшествия, обратиться в управление, в дежурную службу по телефону, который вы видите на своих экранах. В отдельный батальон Дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УМВД России по городу Тольятти на службу приглашаются граждане, имеющие гражданство Российской Федерации в возрасте до 40 лет, прошедшие службы в Вооруженных силах Российской Федерации, годные по состоянию здоровья в службе на должность инспектора ДПС. Заработная плата от 50 тысяч рублей плюс дополнительное материальное стимулирование, льготная выслуга, возможность выйти на пенсию после 13,5 лет службы, обязательное государственное страхование, бесплатное медицинское обслуживание в медицинских учреждениях МВД России, оплачиваемый ежегодный отпуск, возможность получения выплат за съем жилого помещения или получения служебного жилья, возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях системы МВД России. Собеседование проводится по адресу Тольятти, улица Льва Толстого, дом 39, кабинеты 105 и 107. При себе иметь паспорт, диплом об образовании, военный билет и водительское удостоверение. Телефоны для уточнения информации о наборе на службу 93 60 49, 93 60 18 и 93 60 43. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова